Доклад называется спецификатор и квалификатор. Доклад называется спецификатор. Я буду ее модерировать. Так или иначе, я думаю, в наши 45 минут мы без труда уложимся. Так, спецификаторы и квалификаторы. Значит, в какой-то момент своей жизни я задумался, а как мы вообще там живем, что у нас есть конст, констэкспр, экстерн, трэдлокал, статик, инлайн. Что-то потом еще, куча-куча таких слов. И не знаю, как они всем друг с другом взаимодействуют. И полез разбираться и казалось, что ну блин, чертова кроличья нора. Поэтому составил небольшой гайд, как их всех переваривать и воспринимать. И вот им собственно и хочу поделиться. Но начать нам придется с самого начала. Начать нам придется с того, как у нас собирается вообще программа на C++. Ну и на C. Там система сборки в принципе абсолютно одинаковая. Значит, у нас есть хедеры. У нас есть исходные файлы cpp-шники. Хедеры включаются в cpp-шники. Вот и все понятно. Потом, значит, у нас работает припроцессор. Он их все включает. Это у нас получается несколько из каждого cpp-шника. У нас получается единица трансляции. Единица трансляции включает в себя все заинклуденные файлы. Вот эти единицы трансляции обычно они виртуальные. То есть в качестве отдельного файла там ни один разумный компилятор их сохранять не будет. Они все существуют в памяти. Может быть в каком-то прераспаршенном виде. Но если там попросить, допустим, компилятор, может явно в виде их сохранить. Это бывает удобно на них посмотреть. После того, как у нас сформированы единицы трансляции, у нас начинается, собственно, компиляция. И компиляция происходит абсолютно независимо для всех единиц трансляции. Кто себе хорошо представляет этот процесс? Ну, большинство. Да, это очень хорошо. Но это очень важно всегда иметь в виду, когда вы анализируете, как, собственно, будет собираться программа на c++. Так, после того, как у нас каждая единица трансляции была скомпилирована в свой объектный файл, у нас работает компоновщик. И он уже, собственно, собирает некоторые итоговые артефакты. Это библиотека или это исполнимый файл, ну, с которого уже потом можно использовать. Так, хорошо. Что у нас еще есть из таких базовых понятий, которые нам нужно вспомнить? Это объявления и определения. Значит, для каждой сущности в программе на c++ у нас может быть сколько угодно объявлений, но может быть ровно одно определение. Причем в некоторых ситуациях у нас в программе может встречаться несколько определений, но тогда вы должны гарантировать, что все эти определения будут абсолютно одинаковыми. Если это будет не так, то у вас будет odr violation со всеми всякими замечательными эффектами, которые вы сможете наблюдать. Несколько примеров. Вот это у нас объявление функции, то есть у нее нет тела, точка запятой, это объявление. Это у нас определение функции, то же самое, но у нее появилось тело, это определение. Объявление может быть сколько угодно, а определение должно быть только одно. Это у нас определение переменной. Определение, это важно. А вот чтобы сделать объявление переменной, мы, например, можем добавить к ней ключевое слово экстрем, тогда это станет объявлением. Кроме того, статические переменные, которые у нас объявляются в классах, вот подобным образом, они тоже на самом деле задают объявление этой статической переменной. И как вы знаете, где-нибудь отдельно вне класса, в комнате CVP-шники, вам нужно предоставить определение этой переменной. То есть написать там a4.n, и вот в этой единице трансляции у вас эта переменная будет жить. Так, вспомнили, значит, про объявление и определение. Теперь вспомним про то, как у нас работает линкедж. Значит, вот у нас пусть будет такая простая программка. Это программа, в ней два файла, вот acpp и bcpp. И здесь, в принципе, у нас все работает. То есть в bcpp мы сделали объявление функции sqr, а в acpp у нас есть определение этой функции, и все работает. Кого, кстати, не смущает, что у нас здесь ни одного ашника нету? Кому, в принципе, нормально с этим? Ну так, примерно половина. Ну обычно, да, обычно мы все-таки эту функцию засунули бы в ашник, да, этот ашник заинклудили в оба файла, да, так обычно делается. Но поскольку у нас после припроцессирования вот так бы примерно и стало выглядеть, то, что мы на припроцессировали, мы этот шаг можем просто пропустить. Вот здесь явно в виде написать объявление функции sqr. Хорошо, что дальше? Мы можем, допустим, сделать вот так и пометить нашу функцию sqr словом static. Тогда мы изменим линкич этой функции. У нее станет internal linkage. И в этом случае программа у нас не скомпилируется. То есть когда мы будем компоновать программу, мы увидим, что в модуле трансляции, которая B, точнее в объектнике скомпилированном, у нас сказано, что где-то есть функция sqr, но эта функция sqr, она не торчит наружу из другого объектника, где она, собственно, должна находиться. То есть если у нас сущность имеет internal linkage, она из этой единицы трансляции наружу недоступна. Вот когда мы написали static, мы сделали internal linkage. Так, всего у нас в C++ есть три типа линкича. External linkage, в этом случае символ виден, ну и к нему могут иметь доступ все единицы трансляции. Internal linkage, это значит, он виден только внутри данной единицы трансляции. И no linkage, это значит, что объект виден только внутри текущей области видимости. Ну, например, это локальные переменные. К локальным переменным вы можете обратиться по имени только внутри того скоупа, где она объявлена. Другой функции или где-то еще, ну, вы не имеете к ней никакого доступа. Это называется no linkage. Так, и давайте вспомним про storage duration. Вот, допустим, у нас есть такая функция. Вопрос. Что будет возвращать эта функция? False. False, я слышу false. Ну да, тут как бы нет никакого подвоха. Функция будет возвращать false, потому что мы в нее заходим, каждый раз это счетчик, каждый раз он равен нулю, и, ну, как бы там у нас не будет больше равно трех. Но если мы пометим, значит, этот каунтер ключевым словом static вот здесь, то поведение у нас изменится. Теперь у нас первые два раза функция вернет false, а потом начнет возвращать true, потому что у нас это будет один и тот же, по сути, объект. То есть, если у нас в этом случае каунтер имеет автоматик, storage duration, и он создается каждый раз при входе в функцию, то в этом случае мы изменим, у нас будет static, storage duration, и он у нас будет один на все вызовы функции. То есть, он будет решать только один в нашей программе. Всего у нас в C++ есть четыре различных storage duration. Автоматический, статический, трет и динамический. И storage duration определяет, в какой момент у нас выделяется место, в котором будет жить эта переменная. Место. То есть, это не обязательно должно совпадать с тем моментом, когда эта переменная будет инициализироваться. C++, если вы знаете полное описание правил, когда переменная инициализируется для статических переменных, оно весьма нетривиальное, там много этапов может происходить. Но когда выделяется место, в принципе, понятно. Для автоматических переменных оно будет выделяться, то есть, соответственно, освобождаться при входе в области видимости. Вот у нас там мы зашли в функцию, там есть локальные переменные, вот мы до них дошли, хоп, они у нас, соответственно, появились. Мы вышли из блока, но они у нас освободились, там деструкторы отработали, вот это все. Если у нас статическая переменная, то тогда при начале и завершении программы, когда программа стартовала, у нас выделилась память под эти переменные, не факт, что они еще инициализировались, но память уже выделилась. Когда программа завершилась, они у нас освободились. Для thread все то же самое, только не программа, а нить выполнения. И если это динамический storage duration, то при вызове new и delete. То есть мы сами управляем, собственно, временем жизни переменной. Так, теперь, если linkage у нас это понятие, которое относится вообще ко многим сущностям, то storage duration относится только к объектам. Потому что storage duration, он про память. То есть что-то должно лежать, что-то реальное. То есть это объект. Значит, storage duration переменен только к объектам. И storage duration у нас контролируется так называемый storage класс специфайерами. Это вот четыре ключевых слова. Причем, на самом деле, да? А я правильно понимаю, что static лямбды, ну, которые помечены, это вообще антипаттерн тогда? Статик лямбды? Ну, то есть ля-ля-ля-ля, сохраняем лямбду в переменную и помеченную статиком, и это антипаттерн. Нет, не обязательно. Но это такой тоненький вопрос. Давай сейчас не будем его обсуждать. Окей. Так, про ключевые слова. Значит, они не все одинаково, на самом деле, имеют отношение к storage duration. Вот, если говорить про mutable, например, он называется storage класс специфайер, но при этом он вообще не влияет на storage duration и на linkage. Поэтому, что он тут делает, не знаю, короче, про него забыли. И есть еще экстрем, который, как бы, он на самом деле влияет на linkage, а не на storage duration. Ну, хоть какое-то имеет отношение. А вот static и threadlocal, да, это наши ребята, это, собственно, то, что нам нужно помнить. Так, теперь, мы с вами умеем отвечать на вопросы, что, где, когда. Значит, что? Это объект. Вот, объект. Где? Это linkage. То есть, где его видно, откуда он доступен. И когда? Это storage duration. То есть, в какой момент под него выделяется память. И эта память освобождается. Вот это, соответственно, нужно помнить. Так, и еще есть такой момент, что static – это у нас вообще ключевое слово перевертыш. И в зависимости от контекста оно может влиять либо на linkage, либо на storage duration. То есть, если у нас static применяется, скажем, глобальным переменным, то оно влияет на linkage. А если он применяется глокальным переменным, то он влияет на storage duration. Ну, такие дела. Так, давайте теперь, собственно, поговорим, как у нас взаимодействуют спецификаторы, квалификаторы, storage duration, linkage и вообще вот это вот, вот это все. Сейчас мы с вами будем рассматривать некоторое количество примеров. И в процессе рассмотрения этих примеров будем понимать, как они взаимодействуют и выстраивать вот некоторую иерархию правил, которым подчиняется их взаимодействие. Так, давайте, значит, сразу условимся, что цвета у нас будут иметь значение. Желтеньким у нас будут ключевые слова. Синеньким это будет storage duration, а зелененьким это у нас будет linkage. В принципе, как бы мы уже следовали этому соглашению, но сейчас я его в явном виде выписал. И у нас могут быть разные комбинации storage duration и linkage. Давайте вообще прикинем, какие они возможны. Если говорить про объекты с автоматическим storage duration, то автоматический storage duration это в первую очередь там локальные переменные. И у локальных переменных по определению возможно только один linkage, no linkage. Локальная переменная, то есть переменная с автоматическим storage duration не может иметь internal или external linkage. Поэтому здесь у нас, ну короче, пустые элементы таблицы, таких ситуаций у нас быть не может. Если мы говорим про переменную с динамическим storage duration, про объект с динамическим storage duration, то для него linkage вообще не применим. Ну потому что мы вручную его выделяем, и даже уж куда мы передадим указатель, туда передадим. До того, как мы его выделили, к нему вообще нельзя было обратиться. Поэтому понятие linkage неприменимо к объектам с динамическим storage duration. А вот если говорить про объекты со static и thread storage duration, вот тут, короче, возможны все варианты. Любой linkage. И вот это как раз самое интересное. И поэтому, начиная с текущего момента, мы будем разговаривать только про объекты со статическим и с thread storage duration. Про автоматический и про динамический вообще забыли. Ну чтобы понять, а какой у нас storage duration, нам нужен некоторый алгоритм, по которому мы будем его определять. Вот здесь этот алгоритм, в принципе, выписан. Сначала мы смотрим на ключевое слово thread local. С ним вообще все понятно, все хорошо. Если у нас что-то помечено, как thread local, то у нас абсолютно точно будет thread storage duration. Это очень удобно. Если нет thread local, тогда идем дальше и смотрим на scope. Если это у нас переменная namespace scope, или, проще говоря, глобальная переменная, то у нее будет static storage duration. Если же это не глобальная переменная, то есть она объявлена в каком-то блоке, или она объявлена на уровне класса, то есть это член данной класса, то тогда нужно посмотреть, есть ли у нее ключевое слово static. Если там есть ключевое слово static, static локальная переменная или static член класса, то да, у него тоже будет static storage duration. Ну и, наконец, если нет, то у нас остается automatic storage duration, а это, напоминаю, нам не очень интересно. Кому понятна эта диаграмма? Отлично. Вы, в принципе, и так ее знаете, но вот сейчас она записана как бы в явном виде. Так. Вот сейчас мы с вами, на самом деле, уже узнали несколько свойств, как у нас определяется linkage для различного рода сущностей. И вот мы будем с вами заполнять эту таблицу, в которой все эти свойства собраны воедино. Причем мы рассматриваем пять различных сущностей. Это локальные переменные, глобальные переменные, переменные члены класса, глобальные функции, глобальные функции и функции члены класса. Значит, по умолчанию локальные переменные у нас имеют no-linkage. Вот они здесь помечены. Как нужно, значит, это читать? Мы смотрим на строчку. Так, вот, допустим, первая строчка. И смотрим, где у нас есть пересечение. С какими столбцами? Если эта ячейка у нас выделена, значит, к данной сущности это свойство у нас применимо. Вот свойство no-linkage у нас применимо только для локальной переменной. То есть, если больше нет никаких дополнительных модификаторов, там, чего-то, чего-то такого, то тогда у нас будет no-linkage. Для всех остальных сущностей, у которых у нас уже мы условились, что у нас static и thread storage duration, мы помним, мы только про эти сущности говорим, у нас по умолчанию будет external linkage. То есть, если мы не будем никаких дополнительных спецификаторов и квалификаторов указывать, то у нас будет external linkage. А дальше мы с вами уже знаем, что если некоторые сущности пометить ключевым словом static, то linkage этих сущностей изменится на internal. И к этим сущностям у нас относятся глобальные переменные и глобальные функции. Ну, собственно, мы с вами этот эффект уже пронаблюдали, и вы его прекрасно знаете. То есть, если вы глобальную переменную помечаете static, у нас получает internal linkage. Здесь еще обращу внимание на несколько вот таких текстовых замечаний. Значит, для переменных членов у нас здесь стоит declaration. Это значит, что если у нас переменная член класса, она статическая, то, как мы с вами выяснили, это только declaration, объявление. Нам нужно где-то для нее написать еще определение. А здесь у нас стоит слово required. Это значит, что для того, чтобы у нас функция член или переменная член класса, чтобы у них стал static storage duration, нам необходимо пометить ее ключевым словом static. Иначе это будет обычная функция члена класса или обычная переменная члена класса. Поэтому ключевое слово static в данном случае нам будет необходимо. Хорошо. Кто более-менее понял, как нужно читать эту таблицу? О, неплохо. Очень хорошо. И значит, вот здесь у нас стоит такая стрелочка, что свойства нам нужно применять сверху вниз. Давайте, собственно, с вами начнем их применять. А можно вопрос? Да. А что будет, если я шаритпоинтер помечу как статик? У него вообще что будет с жизнью тогда? У тебя будет статический шаритпоинтер. Саша, что за вопрос? Не, ну просто меня пугает это конструкциями. Ну не пиши так. Да если бы я писал так. Ну найди того, кто пишет, объясни, что так не надо писать. Ну вот только что ты мне это помог сделать. Спасибо. Да. Как к всему этому относится онлайн? То есть вообще будет речь про онлайн? Да, будет. Про онлайн будет. Хорошо. Спасибо. Так. Окей. Значит, давайте попрограммируем. Вот наша программа. Два файла. ACP, BCPP и общий хеддер. Common.HPP. Вопрос. Программа скомпилируется? Нет, не скомпилируется. Почему не скомпилируется? Не залинкуется. Да, программа не залинкуется, причем у нас будет ошибка, что у нас будет несколько определений символа name. Заметьте, ошибка будет только одна. Она будет ругаться только на символ name. А на символ sickness она у нас ругаться не будет. Кто понимает, почему это так? Так, ну несколько человек понимают. Ну, прикольная тема. Значит, почему это так? Потому что у нас, ну, смотрите, у нас есть вот такой параграф, который нам объясняет, в каком случае у нас глобальные переменные, то есть namespace, scope переменные. Ну, не только переменные, тут для вообще имен. Ну, мы сейчас про переменные будем говорить. В таких случаях у них internal linkage. И одна из ситуаций, это если они const qualified. Вот если они дописаны const. То есть понятно, почему у нас на sickness не ругается линковщик, потому что у нас в единице трансляции для ACPP и для BCPP у нас и туда, и туда попадает переменная sickness, и у нее internal linkage. Она не торчит наружу из этих единиц трансляции, компоновщик все нормально компонует, там у него все хорошо, никаких проблем. Но этого не происходит для name. Не происходит для name, потому что у нас суперудобный синтаксис объявления, значит, указателей унаследованные от C. Дело в том, что name не является константной переменной. Она указывает на константный массив чаров. И вот эта const относится к тому, на что она указывает. А вот если бы мы этот name можем взять и переприсвоить какое-то другое значение ему, то есть он не является константным. Если бы мы хотели именно константную переменную, мы бы написали const вот здесь, справа от звездочки. То есть const, чар, звездочка, const, name, и тогда бы у нас все было хорошо. Так, кто понял? Отлично. Так, значит, здесь у нас internal linkage вводится, здесь external linkage вводится. Поговорили об этом. Круто. Значит, записываем вот такую строчку в нашу табличку, что если у нас ключевое слово const, то оно влечет за собой internal linkage. И это применимо только к глобальным переменам. Вот это правило. Ко всем остальным оно неприменимо. А если мы просмотрим на глобальные функции, то ключевое слово const для них вообще написать нельзя. Нет такого понятия, как const и глобальная функция. Есть const функция член класса. Да. Но const глобальной функции такой штуки нет. Поэтому здесь стоит name. Это ключевое слово просто неприменимо. Окей. Едем дальше. Немножко поправили нашу программу. Теперь мы name переделали на const.sd string, а sickness переделали на const.expr. Это скомпилируется? Да. Это скомпилируется. Да. Действительно. Почему это скомпилируется? Ну, значит, здесь все понятно. const. У нас будет internal linkage. Здесь const.expr. Ну, дело в том, что const.expr, если оно используется для объектов, оно влечет за собой const. То есть эффективно у нас как бы там и const тоже. Но кроме того, чтобы мы уж совсем не сомневались, у нас вот в этом же параграфе, снова вспомним, написано, что const.qualified variables including const.expr. То есть const.expr тоже считаются. И у них, у обеих будет internal linkage. Все хорошо, никаких конфликтов у нас не будет. Записываем правило. const.expr влечет за собой const. Это правило у нас применимо для всех сущностей, для всех переменных. Для функции оно работает немножко по-другому, а вот для переменных это применимо. Если переменная в любом контексте объявлена const.expr, она автоматически становится const. Очень удобно. Так, едем дальше. Вот тут чуть-чуть посложнее. Значит, что мы делаем? У нас в общем хедере объявлена наша строчка name. И мы еще сделали функцию, которая будет возвращать нам getName. Причем getName у нас объявлена вот таким образом. Она возвращает name.data. И она объявлена в одном из CVP-шников. В другом из CVP-шников мы берем этот name и у него спрашиваем напрямую, вытаскиваем его данные. Дальше мы берем, вытаскиваем данные этого name с помощью функции getName, которая вот из этой единицы трансляции. А после этого мы эти строчки сравниваем. Но сравниваем мы их не абы как, а мы сравниваем их просто к указателям. То есть, короче, вот оно указывает там на один буфер или на разные буферы. То есть, по сути, у нас эта программа проверяет, а вот это name, который лежит в двух единицах трансляции, это один и тот же name или в каждой единице трансляции у нас свой name? Хорошо. Вот здесь вопрос. Что у нас выведет данная функция? А давайте на микрофон. Саму строку массив чаров она может расположить в памяти при implementation defined behavior и располагать не две строки, а одну. Замечание заключается в том, что у нас в двух единицах трансляции объекты, конечно, могут быть разные, но при этом константная память, в которой реально лежит буфер, она может быть одинаковая. Дело в том, что нет, если бы это был строковый литерал, то это бы работало. Но это std-string, поэтому он обязан выделить некоторую память, причем эта память выделится на рантайме. Вот она обязана быть разной. Но это интересное замечание, да. Короче, здесь у нас выведется false. Эффективно, может, мне надо спросить этот пример, чтобы это не смущало, потому что не имеет отношения к делу. Короче, здесь выведется false, потому что эффективно у нас в двух единицах трансляции у нас разные объекты. Ну, мы это уже проходили. У нас там и там, и там свой объект, у них internal linkage, они не конфликтуют, но фактически это разные объекты, у них там разные свойства. И, ну, наверное, это вообще не совсем то, что мы хотим. Короче, здесь у нас получается internal linkage. Так, тогда вопрос. Если это не совсем то, что мы хотим, да, потому что, ну, зачем нам один и тот же объект, который константный, вот явно он константный, вот, пожалуйста, он типа один и тот же, зачем нам каждая своя копия в каждой единице трансляции? У нас больше объектов, у нас из-за этого объекта. Если кто-то их вот так вздумает сравнивать, там, ну, по какой-то причине возьмет их адрес, допустим, адреса у них будут разные, то, блин, как-то это может привести к каким-то неожиданным последствиям. Как это можно исправить? Ну, давайте мы все-таки хотим, допустим, по каким-то причинам стринг здесь использовать. Оставим стринг. А стринг вью нельзя? Да. Ну, ладно, тут уже там выкрики, вот экстренно. А еще кроме экстренно что можно? Еще можно inline. Да. Что можно? Ну, стринг, ну да, давайте оставим с этой стринг пока. Пофиксим вот так. Значит, возьмем и допишем здесь inline. Все, больше ничего не поменялось. А стринг вью нельзя. Просто мы... Саш, ты меня слушаешь вообще, нет? Мне не нравится стринг. Так, хорошо, значит, здесь написали inline. Что происходит? Значит, в этом случае у нас программа выведет true, как мы ожидаем. Это действительно будет одна и та же переменная в нашей программе во всей. И при этом эта переменная будет иметь external wic linkage. Вот это интересная конструкция. Значит, на самом деле эта переменная будет иметь с точки зрения языка, язык не знает, что такое external wic linkage. В нем, вот я все линки же перечислял. Это как бы no, internal, external. То есть, эта переменная будет external linkage. Но при этом стандарт написан таким образом, что, ну, типа, если inline, то, короче, она будет одна и та же. И, ну, типа, что в каждой единице трансляции у нас должно присутствовать по определению этого символа, и все определения обязаны быть одинаковыми. Вот так это написано. При этом все компиляторы, ну, все мажорные, они берут этот символ и по факту, ну, вы можете взять объектник и там посмотреть, либо там общ-дампом, либо nm, посмотреть, какой линкич у этого символа, и он вам напишет external wic linkage. То есть, все компиляторы, в них есть такое понятие, как external wic linkage. И теперь, когда компоновщик начинает вот эти единицы трансляции собирать вместе в программу, и он видит символы одинаковые в разных единицах трансляции, если бы это был просто external linkage, он бы сказал, во-во, что это как бы одинаковые символы конфликтуют. А он ведь external wic linkage, он такой, а, ну, ладно, тогда это нормально, я возьму какой-то один из них. И он реально оставляет только какой-то один из них. В итоге, в итоговой программе у нас остается ровно какой-то один. Из какой единицы трансляции он пришел, мы не знаем, но это, в общем-то, не важно. То есть, это работает так, как мы ожидали. Вот тут у нас в нашем параграфе все в том же самом. Еще помечание, если это non-inline, потому что если он inline, то у него получается external wic, а не internal linkage. В нашу табличку мы, соответственно, записываем, вот, если это inline, то он влечет за собой external wic linkage. Причем это применимо для всех сущностей, кроме локальных переменных. Для локальных переменных вообще нельзя написать inline, программа просто не скомпилируется. Для всего остального это работает. А если мы говорим про переменную член класса, то тогда она из объявления превращается в определение. Достаточно интересная, как будто такая конвертация. И теперь вам уже не нужно вне класса нигде указывать в явном виде определение. Вы можете его прямо там, сдать ей некоторые значения. Окей. Кто понял про inline? С микрофона можно? Вот последнее вы сказали. Definition, inline. Это для статика или просто inline member variable? Это для переменной члена класса. И все, что у нас здесь есть, оно считается статиком. Все, что на этой таблице, только про статика. Все понятно. То есть статический член класса. Как я говорил, про автоматические и динамические забыли. Их здесь нет. Окей. Следующий пример. Тот же самый пример, но типа пофиксим его по-другому. Ну, может, тут решили, что можно еще экстерном воспользоваться. Хорошо, воспользуемся экстерном. Дописали у нас здесь экстерн. И при этом мы вот этот name превратили из определения переменной в объявление переменной. У нее теперь external linkage, и это становится объявлением. Но при этом нам нужно в явном виде предоставить это определение. Вот оно, определение. Вот. Давайте его запишем, скажем, в ACPP. И вот этот символ у нас будет иметь тоже external linkage, но это станет определением. Программа будет работать точно так же. Здесь она тоже выведет true. Да, и это вообще очень похоже на то, как если вы написали inline, ну, с той лишь разницей, например, что здесь мы обязаны спрятать инициализатор этой переменной внутри какого-то cpp-шника. То есть раньше он у нас был прямо в хедере, да, это было довольно удобно. Это не просто удобно. Вообще говоря, компилятор тоже может на него смотреть, ну, и там что-то прикидывать себе, какие-то оптимизации делать, ну, там, как он любит. А здесь мы его спрятали. Кроме того, нам нужно в явном виде где-то его поместить. То есть, в принципе, я считаю, что это не очень удобно. Так, вот в этом параграфе у нас еще, мы тут по каждой, в принципе, пройдемся к этому предложению. Значит, если он экстрем, то тогда это будет не inline. Ну, вот про экстрем. Значит, ну, на самом деле, это такая себе вещь. Он применим только глобальным функциям и переменным. Он не совместим со static, то есть, в принципе, не скомпилируется. Он не имеет смысла с constexpr inline, несмотря на то, что формально вы можете это написать. Но, как бы, если у вас что-то, если переменная constexpr, то у нее обязательно в месте объявления должен быть инициализатор. А с экстреном наоборот. Вы обязаны инициализатор убрать. Если это переменная inline, то тогда у вас каждая единица трансляции должна иметь свое определение этой переменной. Но экстрен наоборот. Вы у него определение помещаете в какую-то одну единицу трансляции. Поэтому это очень странно себя ведет. И, значит, значение не видно в точке объявления. Обычно это все-таки неудобно. Дальше. У него есть явный недостаток, что, ну, необходимо вручную где-то выбирать единицу трансляции, где будет определение. Но, в принципе, поскольку линкеру не нужно включать в каждую единицу трансляции этот символ, и не нужно потом из них выбирать и выкидывать какой-то один, теоретически его использование может уменьшить время компоновки. Я, честно говоря, не проверял, но пишу, что вот такое может случиться. Я на реальных проектах у меня нет информации, чтобы это работало. Ну, может, кто-то здесь попробует, у них получится. Так, я бы сказал, что лучше, короче, использовать inline. Вот по умолчанию использовать inline. Если вдруг inline вас что-то не устраивает, тогда рассмотрите возможность использовать экстрен. Так, запишем экстрен. Вот сюда восьмой строчкой. Как бы порядок имеет значение. Да, это важно. Мы пишем, что если у нас экстрен, то тогда сущность обретает external linkage и превращается в объявление. Причем это применимо только для глобальных сущностей, то есть глобальной переменной глобальной функции. Для всех остальных сущностей вы, в принципе, не можете указать слово экстрен, программа не скомпилируется. А для глобальной функции экстрен, вообще говоря, указывать не имеет смысла, потому что когда вы пишете объявление функции, то есть прототип и без тела объявление функции, оно по умолчанию как бы имеет квалификатор экстрен. Его не нужно, спецификатор, спецификатор экстрен, его не нужно туда добавлять. Так что здесь оно просто излишнее. И то есть единственное, где действительно имеет смысл его использовать, это для глобальных переменных. Окей, поедем дальше. Вот такая простая программка. Функция в хедере включается в два себе вишника. Скомпилируется? Не должно. Тут головами народ мотает, да, она не скомпилируется, потому что у нас будет ошибка линковки. У нас эта функция, она заинклудится в два себе вишника. Эта функция это определение, и у нас в каждом себе вишнике будет определение, в каждой единице трансляции. По умолчанию у него будет external linkage, и поэтому у нас будет конфликт на этапе линковки. Так, это понятно. Ладно, а если мы сделаем вот так? Ну, хотелось бы, чтобы компилировалось. На самом деле, данные действительно скомпилируются. Дело в том, что утверждается, что если функция описана как constexpr, то она неявно становится inline. В этом на самом деле есть смысл, потому что constexpr функция обязана иметь свое тело там, где ее будет использовать компилятор. А компилятор ее не будет использовать на этапе компоновки. Ему нужно как-то пораньше, на этапе компиляции. У него есть только своя единица трансляции. И поэтому в этой единице трансляции эта функция должна присутствовать. То есть не inline constexpr функция не имеет смысла. Поэтому у нас constexpr влечет за собой inline. И дальше логика у нас работает точно такая же, как и для inline переменной. External weak linkage. Тут у нас две версии. Потом компоновщик выбирает какую-то одну. Да. Подождите секунду, я бегу. Компоновщик вообще включит ее конкретно в данном примере? Если у нас два файла, которые просто включают. В смысле, будет ли она в объектных файлах? В объектных файлах она, может быть, будет. В итоге программа ее, скорее всего, не останется. Но на самом деле там такой суровый implementation defined. То есть там прям даже нет гарантии, что даже если говорить про const.val функцию, const.val, которая обязана вызваться на этапе компиляции, вообще говоря, стандарт не запрещает ее вызывать на рантайме. Потому что стандарт, внимание, не различает между собой время компиляции и время исполнения. Стандарт прописывает наблюдаемое поведение программы. Он не знает, что такое компиляция, что такое исполнение. Поэтому как бы там тоненько. Можно тогда еще быстрый вопрос? А я правильно понимаю, что при шаблонах там тоже будет имплиссин, инлайн? По-моему, да. По-моему, да. Но там сейчас я не помню. Слайды я убрал. Там чуть-чуть сложнее. Короче, шаблонные функции нет смысла делать инлайн. Но, по-моему, немного по другой причине. Так что, будет еще один метапчик, где мы продолжим про шаблоны? Не знаю. Посмотрим. Давай пока. Вопрос? Попродолжить чуть-чуть рассуждение. Вот там, если вместо констэкспор мы сделаем функцию констевал, то может быть и, ну, будет как раз-таки та ситуация, что не появится она на рантайме-то никогда. Ну, констевал… Но на рантайме она так и так не появится, потому что она нигде не используется. Это прям по-любому. То есть здесь нужно другой пример обсуждать. Но забегая вперед, скажу, что констевал влечет за собой констэкспорт. То есть это более сильное выгружение. Да, но тогда будет вообще заимплементироваться сразу. То есть нигде она не будет светиться больше. Ну, идея примерно такая, да, что констевал вообще не должен выплывать на время выполнения. По идее. Слушай, а можно, пользуясь моментом, а ты будешь говорить про особенности статика в плане компоновки, если вдруг мы смешиваем C++ и C? Нет, про это не буду говорить. Окей. Так, хорошо. Выяснили у нас, это строчка номер 4, что констэкспорт влечет за собой inline. И это применимо для всех функций, а также, что занятно для переменных членов класса. Так. Ну, тут вроде все понятно, да. Вот про констэкспорт, онлайн, да, кто понял? Ну, вроде все просто. Окей. Дальше. Вот. Это интересный пример. Значит, смотрите. Вот я, допустим, сижу, пишу maincpp, да. И для того, чтобы реализовать какой-то свой функционал, я сделал некоторый локальный классик local, и в нем какую-то функцию статическую объявил foo, и что-то вот там внутри, в этом классе local, я считаю, допустим. Дальше. Рядом со мной сидит сосед Вася, кстати, у меня реальный сосед Вася, и он пишет, значит, othercpp, мы с ним вообще по этому поводу никак не пересекаемся. Он тоже у себя завел, ну, случайно, вот тоже класс local, не подумал, как его назвать, и там тоже оказалась вот функция foo. То есть мы сделали это независимо, и он, на самом деле, все это делает ради того, чтобы передать функцию other, а я этой функцией other буду пользоваться. Но в итоге это все у нас окажется в одной программе. И получается, что дальше я вызываю функцию foo вот из своего класса в явном виде, а потом функцию foo из его класса через вот эту функцию other. Вопрос, что выведет такая программа? Если скомпилируется, конечно. Ну, да, правильный ответ. Даже, по-моему, не implementation defined, а, по-моему, undefined, потому что это ODR violation, это же у нас вроде бы undefined, да? Ну, я проверил, по-моему, на GCC я это проверял, он ее скомпилировал, и он вывел вот нам два мейна, например. То есть вот этот other вообще куда-то пропал. Но этот undefined behavior, в принципе, имеет право. Почему? Потому что у нас вот у этих символов у нас по умолчанию external linkage. Некоторые символы, такие как класса, например, они действительно у нас могут иметь несколько определений в разных этницах трансляции. Вот как мы обычно делаем класс. Мы его запихиваем в вашник, да? А потом мы клубим в разные cpp-шники. То есть у нас в каждом cpp-шнике оказывается определение этого класса. Но при этом программа как-то работает. Потому что мы действительно можем иметь несколько определений в программе, но они все должны быть одинаковыми. И как бы компилятор, а точнее компоновщик в данном случае, он нам верит, что они одинаковые. А тут мы его обманули. Получилось, что они у нас разные. Он не ожидал такой подставы. Он, один из них он просто выкинул, но они же должны быть одинаковыми, правильно? Вот. А оставил, ну вот так получилось, оставил только этот. Так. Вот у нас у них external linkage. И вот тут, короче, такой момент, что, а мы же вроде бы очень похожую операцию делали с обычными функциями, да? Вот функция square, допустим. Мы ее там инклудим в два cpp-шника. И при этом линкер нам дает ошибку линковки. Почему здесь линкер не дал ошибку линковки? Типа что за ерунда? Чай, это не вопрос. Это риторический вопрос. У нас есть вот такое замечательное утверждение, что, ну вот тут, короче, если ODR violation, да, вот происходит, то тогда программа у нас ill-formed, да, shell. Ну, shell, то есть shell, если не shell, то это, короче, плохо. Но. No diagnostic required. То есть компилятор, точнее компоновщик, они, короче, не обязаны нам говорить, если что-то идет не так. То есть вот то, что здесь написано, по стандарту не является программой на C++. Но по стандарту компилятор не обязан нам об этом говорить. То есть он что-то сделает в предположении, что это программа на C++. Но поскольку это не программа на C++, он не отвечает за то, что происходит. То есть, че? То есть C++ это такой язык, где так сходу не скажешь, это программа на нем или нет. Да, есть комментарий какой-то? А можно секунду еще раз для всех? Не понял еще раз. Могу ли я каким-то образом получить не main main при том же коде, а other other? Да, конечно. То есть это неопределенное поведение? Да, это неопределенное поведение. Это другой компилятор, другие настройки там. Да, можно сюда микрофон? Да, я иду, иду, иду. Я тут почти летаю. Вопрос такой. А разве функции, которые объявлены в телеклассе, они не считаются по умолчанию inline? И вот этот статик, он на самом деле не статик inline, и за счет того, что inline должны быть во всех единицах трансляций одинаковые, то фактически компилятор выбирает любую версию, и ему норм. Очень хорошее замечание. Судя по всему, нет. Но для не статических методов я точно знаю, что войдет фу, был бы inline, а войдет нет. Для не статических методов это так. Для статических, значит, это не так. Ага, спасибо. А может ли быть такое, что если зафигачить оптимизацию в 2 какую-нибудь, он возьмет за inline, и это будет main adder всегда? Да, конечно. Можете поиграться до запросто вообще. Окей. Так. В общем, как мы это будем исправлять? Да, анонимный namespace. Возьмем и засунем это дело в анонимный namespace. Так всегда вообще нужно делать, когда вы хотите сделать какие-то локальные сущности. И тут уже все хорошо, потому что все, что в анонимном namespace, оно имеет internal linkage. Вот у нас написано, что если анонимный namespace, то это internal linkage. Программа вводит main other, как оно и ожидалось, потому что эти сущности у нас имеют internal linkage. Все хорошо. Так что все всегда помещайте в анонимное пространство имен. Так. И это завершает нашу табличку. Вот нас давали с девятая строчка. Если что-то лежит в анонимном или безымянном пространстве имен, то тогда оно получает internal linkage. Это применимо вообще для всего. То есть вот для всех сущностей. Единственное правило, которое вот прям вот всегда работает надежно, анонимный namespace.bro. Он бьет даже экстрем. То есть, не странно, что экстрем, это external linkage, но экстрем анонимный namespace, это уже не экстрем. Уже так не срабатывает. Да? Но ведь все сломается на unity build. Почему? Ну как у тебя там два cp-шника склеятся и два анонимных namespace с одинаковым содержимым все поломано. А, ну да. Ну, слушай, это известный недостаток unity build. Или анонимных namespace. Нет. Unity build. Давай как бы здесь. Сейчас определимся. Окей. Все. Вот наша замечательная табличка. По ней мы, в принципе, можем наблюдать практически все эффекты того, как разные спецификаторы влияют на linkage наших статических или thread local сущностей. И, в принципе, как бы, вот выглядело примерно так. То есть у нас разные ключевые слова. Они, короче, там, у кого карта больше, они там друг друга бьют. Вот. А анонимный namespace, он там бьет всех. С фулл хаусом. Да. Комментарий можно? Микрофон сюда. А, сначала давайте. Мне тут тоже мир... Я здесь. А, да. Я здесь, да. А, вот можно вернуть слайд, где там был статик внутри класса, но без namespace. Еще раз. Вот это? Да, вот это вот. А проверяли ли вы, что будет, если тело тушку самую функции вытащить за пределы класса? Ну, я почти уверен, что будет ровно то же самое. Даже у компилятора будет меньше возможности его заинлайнить. То есть там даже при высокой оптимизации, может быть, он не справится. Просто у меня есть предположение, что в этом случае он не слинкуется как раз. Ух. Не знаю. Я знаю, теоретически это возможно, на практике я сомневаюсь, честно говоря. Но теоретически да. Потому что, как бы здесь, то, что для функции компилятора нам выдал ошибку линковки, это на самом деле он молодец, он типа нам помог. То есть он не обязан был это делать, но он помог. Вот, если ему там, не знаю, вынести их и подсказать, может быть, действительно он справится. То есть я к тому, что вот этот вот как раз кейс может попадать под external weak linkage, потому что интерпретация как онлайна. Нет, это не external weak linkage, это точно external linkage. Другое дело, что как компилятор поступит с диагностикой. Тейк, 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 тейк. Вопрос еще я тут хотел задать. А если мы напишем два namespace обезымянных подряд, они будут одинаковыми или разными? Это вот в догонку про unity build. По-моему, одинаковыми. Это же плохо. Да, но анонимные namespace, дело в том, что это не какие-то namespace с какими-то уникальными именами. Нет, это не то. Анонимные namespace это что-то, содержимое чего имеет internal linkage. Это важно. Так что с unity build'ами, по-моему, проблемы все равно будут. Но я почти уверен, я не проверял, но я почти уверен. А вот было бы интересно послушать все вот это вот в разрезе pragma-once. Ничего вроде не меняется. То есть pragma-once, он же просто гарантирует, что не будет циклических инклудов. Это типа немного про другое. Еще вопрос. А если мы анонимный, безымянный namespace заменим на просто область видимости, это нам поможет? А что такое просто область видимости? Ну, фигурные скобочки. А это нельзя на глобальном уровне, нельзя просто скобочки сделать. Такой вопрос. Разве все, что внутри класса, допустим, методы или static методы, они не inline? Не явно так? Ну, как мы только что выяснили, нет, не обязательно, вообще не обязательно. Ну, раньше мне так казалось. И то, что если мы выносим за пределы класса, это уже не inline, это уже должно линковаться. Нет, по идее в большинстве случаев нет разницы между тем объявить, точнее определить, даже, блин, это тоже неправильное слово, предоставить тело внутри класса или вне класса за исключением некоторых тонкостей, таких как вот inline по умолчанию для функций, и там user provided, user defined, там special member функции типа конструктора. Окей, я наблюдал за поведением. Если мы выносим static метод или просто метод и помечаем его inline, это скомпилируется всегда. Да, если мы не пометим его inline, это будет в хейдере, это будет ошибка в компиляции, ну, в линковке. Ну, это вроде соответствует тому, что мы сейчас наблюдали. Да, если оно внутри, то они как бы не явно inline, и все хорошо, все работает. Ну, вот, вроде бы нет. Ну, то есть, иначе бы такого поведения мы просто не наблюдали, и там, да, я на всякий случай уточню, но вроде нет. Окей. Так, окей, давайте дальше. Нет, давайте дальше, мы… А ладно, давайте спрашивайте, чего уж там. А ты уверен? Да, конечно. Вот вопрос следующий. Есть функция шаблон, и в ней находится статическая переменная, допустим, char. Функция шаблона настраивается на разные типы, там, int какой-нибудь, double и прочее. Есть гарантия, что адрес вот этой вот статической переменной для каждого типа будет разным? Да, да, есть, потому что это разные переменные в разных ассенциациях, это абсолютно независимые функции. То есть, это 100% можно, допустим, использовать для каких-то уникальных идентификаторов по типу. Да, да. Хорошо, все, давайте продолжать, там потом уже какие-то дополнительные вопросы обсудим. Про константы. А сколько, кстати, Саш, сколько времени еще? Вообще уже минус. Ну, то есть, там уже минус минуты идут, да. Ужас какой. Это относительно 45? Да. Ну, хорошо, про константы, в принципе, быстро. Вот так константы объявлять не надо. Точнее, вот так, в принципе, ну, это прикольно. И, ну, мы, наверное, иногда можно, если это именно целочисленные. Вот так константы объявлять надо. Вопросы? Хорошо, предыдущий слайд. Вот. Да. А можно про текущий слайд? Так, про текущий слайд. Почему inline constexpr? Почему у тебя просто constexpr? О, почему inline constexpr? Потому что constexpr не влечет за собой inline, если он применен глобальным переменным. Но при этом мы не хотим, если здесь написано header, да. Если переменная в header, мы хотим, чтобы у нас не было дубликации объектов в каждой единице трансляции, да. Поэтому мы пишем inline. Окей. Для intов они просто как бы вставятся в код как есть, они не будут дублироваться в объектниках, я правильно понимаю? Нет, для intов они могут дублироваться. Но точнее, если вы, если у них не будет UDR usage, то есть они только будут, скажем, использоваться для определения границ массивов, да, то тогда, скорее всего, в принципе, этого объекта не будет существовать. Но если вы, скажем, возьмете у него адрес, то тогда объект должен реально существовать в программе. Если вы в двух единицах трансляции возьмете адрес этой переменной, то адрес должен быть разным, если не будет inline. А если будет inline, то адрес должен быть одинаковым. И это хорошо. Это то, что мы, в принципе, хотим. Окей, спасибо. Так, у меня тогда вопрос. Вот, кстати, это мы по поводу хедеров сделали, да. У меня единственный вопрос, там подробнее, вот если хочется подробнее про константы, короче, приходите на Сипирашу в апреле, у меня там полтора часа, ну час, час будет, чисто про константы. Вот, очень интересная тема. А сейчас у меня вопрос, кто комфортно себя чувствует, когда видит static constexpr вот здесь? Ну, человек, 10, нормально. Короче, про static constexpr очень полезный способ, как читать static constexpr. И он читать вот так. У вас есть время компиляции программы, и у вас есть время выполнения программы. Представьте, что это две разные программы. Одна компилируется, а вторая выполняется. И вот constexpr, он работает только, он вообще имеет какой-то смысл, только на этапе компиляции. После того, как программа откомпилировалась, вот этот constexpr, он превращается просто в const. Ну, для переменных. И после этого вы смотрите, когда уже прикидываете, как программа будет выполняться, вместо constexpr просто представьте, что там const. Вроде с этим не должно быть проблем. А вот static, он существует только для времени выполнения, он не имеет смысла на этапе компиляции. Потому что static это про время жизни объекта. Ой, про место жизни объекта. Ну, точнее, так и так можно сказать. Про то, где, короче, выделяется про него память. И как это делать компилятором на этапе компиляции, да вам, в принципе, вообще наплевать. Там что угодно может происходить, правильно? А вот на этапе выполнения вам уже важно, где живет объект, когда под него выделяется память. Поэтому если посмотреть на вот этот static constexpr здесь, static значит, что это будет глобальный объект, по сути, а четвероточие N3. Он будет один глобальный. А constexpr значит, что он просто доступен на этапе компиляции. И у него всегда значение 3. Вот все. Еще constexpr влечет за собой inline. То есть он, вот, implicitly inline. Поэтому у него будет один и тот же. Его, короче, можно инициализировать прямо здесь, в теле. Так. Ну, еще вот тут про const и volatile. Они тоже такая прикольная парочка. То есть нет никаких проблем с тем, чтобы комбинировать const volatile. У нас будет const volatile переменная. Потому что const отвечает на вопрос, можем ли мы менять объект. А volatile на вопрос, может ли кто-то другой менять объект. Ну и, соответственно, читать объект. Так. Здесь этот пример, который у меня был в заглаве. Про template мы не обсудили. Но вот этот const, он влечется за собой constexpr, поэтому он не важен. Здесь inline. Он, короче, его бьет static в соответствии с нашей таблицей. Мы его убираем. Здесь static для глобальной, значит, internal linkage. Threadlocal, значит, stress, storage, duration. И получается, что это шаблон constexpr, volatile переменной, spread storage, duration и internal linkage. Вот. В принципе, все должно быть понятно. Так. Заключение. А можно вернуться на предыдущий слой? Что? А можно вернуться на предыдущий слой? Конечно. А вот что будет, если там будет стринг? А constexpr к стрингу, к сожалению, мы пока не можем сделать. А к sdra уже можно, да? К sdra можно, да. А там что будет с этим, вообщем? То есть оно будет завязано все. Понимаешь, я просто вот на эту чудесную конструкцию смотрю и думаю, а нафига оно нужно? Зачем оно volatile, я тебе не могу точно сказать. Ну окей, пусть не будет volatile, там уже tradlocal есть. Кликбейт, чувак. Нормальный кликбейт. А, это кликбейт. Я понял. А, то есть это маркетинг, на самом деле. Конечно. Понятно, маркетинг и си плюс огонь. Не, но если очень сильно постараться, может, можно придумать, зачем это нужно, но я тут не для этого. Нет. Так, заключение. Собственно, что? Все в своем анонимное пространство имен, это хорошо. Значит, вообще-то даже есть тема не использовать static, static это слово перевертыш. То есть не использовать его для глобальных переменных, то есть для модификации линкеджа, а использовать его только для локальных и членов класса, то есть для модификации storage duration. Тогда у него будет только один смысл. Это удобно. Его даже хотели сделать deprecated в контексте модификации линкеджа, но что-то отказались. Вместо экстренно лучше использовать inline, вместо const лучше использовать constexport, там, где это возможно. И, а, да, тихо. И если у вас… Вообще глобальные переменные – это зло. Мы помним, да, что глобальные переменные – это зло. Переменная с статическим storage duration – это эффективно глобальные переменные. И лучше использовать ее только для константов. Но, опять же, если хотите знать подробнее про константы и что там с ними, приходите на мой доклад на себе пираша. На этом все. Спасибо. Можно следующий слайд? Да уже все нормально. Все, следующий уже можно. Что там в 20-х-то уже? Ну, расскажи. Ну, я видел там слайд. Что, правда? Ну, покажи уже этот слайд. Ну, ладно. Ну, вот модули будут. Вот так, да? Ну, будут модули, и там как бы изменится, что у нас появится… Типа external linkage уже будет для all-модулей, а то, что было external linkage, будет называться module linkage. Вот. А еще модули можно будет линковать между собой, и это уже будет называться external linkage. В остальном, в принципе, как бы ничего не изменится. Вот там const.vow будет. Ох ты ешь. Вот так вот, да. Вот так вот. Нельзя будет использовать какой-нибудь штукой, которую на этапе компиляции нельзя посчитать. Вот. Так, ну это ладно. Immediate. Ну, вот это я уже… Этим мы коснулись немножко. Constinit будет. Что забавно, constinit не значит const. Это было немножко удивительно для меня. Но он будет проверять, что у нас инициализация происходит. Где-то плюс-минус на этапе компиляции. Но если она произошла на этапе компиляции, это не значит, что потом мы не можем ее поменять, поэтому не влечет const. Прикольная тема. Вот. Это так определяется константность C++. Тут 22 пункта. Если мы в них не попали, то это константа. Если попали, то плохо. Вот. И можно добавить в табличку. У нас будет const.val. Влечет const.expr, const.expr, влечет const и const и нет. Да, а, ну вот все. Короче, я понял. Это бонусные слайды. Ура! Иии! А придешь все то же самое рассказать с шаблонами? Ну, у меня там, в принципе, есть доклад на Сипираша Питер, который называется «Спецификатор и квалификатор и шаблоны». Как мне сказали, несколько дней назад он был опубликован. Так что, если хочется еще про шаблоны услышать, то вот там я рассказываю про шаблоны. Не, хотят вживую. У меня уже телеграм разрывается, хотят вживую про шаблоны. А, да, обсудим. Окей, договорились. Я уже психологически готов к всему. Так, вопроса, я так понимаю, уже нету. Нету. Да, да, да. Мы, в принципе, ложились в час. Это хорошо, уже неплохо. Тебе придется... Ты мешал. Если бы не ты, я бы ложил 45 минут. Ну, это... По-любому. Нет. По-любому. Нет. Как бы, нет, у меня было два вопроса. Ну что, 15 секунд не спасут. Ну ладно. Надо выбрать вопрос, который был лучший. Я не помню точно, там несколько раз всплывал. Мне понравился вопрос про инлайны статических функций. Кто это был? Статических, по-моему, вот изначально... Да. Да. Идем, идем. Хлоп, хлоп, хлоп. Хлоп. Мы на камеру. На камеру. А, на камеру. Пожалуйста. Я так понимаю, что, в принципе, в следующем полугодии мы от тебя еще один доклад твой услышим. Про шаблоны. Да, может быть. Ну, короче... Я тебе полтора часа найду там. Так, согласен? На DreamCup. На DreamCup. Будем холиварить. Я под... Это сложно. Я подумаю... Вот теперь ты вы меня в тупик поставили. Ладно. Спасибо за доклад. Спасибо за доклад. Спасибо.